Очень часто мы очень многое знаем, но между словом «знать» и «поступать» – огромная разница. Ну вот мы знаем, что Кока-Кола вредна, но мы все равно и пьем. Правильно? Вот мы знаем, друзья, что вот жареное, жирное, там и все такое, да, оно вредно, а мы все равно его хотим. И вот между «знать» и «поступать» правильно разница есть. Оказывается, что «знание» ничего не помогает. Если ты это «знание» не применяешь в жизни правильно, ты всего лишь набиваешь свою голову и становишься таким, знаете, вот с такой головой, наполненным набитыми «знаниями». Но если они не на практике использованы правильно, это называется мудрость. Правильное применение знаний на практике – это мудрость, которую дает Бог. В основу сегодняшних наших рассуждений я хочу взять один текст из Писания, книга пророка Иеремии. Книга пророка Иеремии, первая глава. Библию открывайте, друзья. Не на меня смотрите, а Библию открывайте. Или не взяли. Ну, тот, кто носит, тот всегда имеет, а тот, кто не носит, ну, тогда смотрите на меня. Первая глава книги пророка Иеремии. Давайте мы прочитаем два текста, одиннадцатый и двенадцатый. И было слово Господне ко мне. Что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь? Ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Тема моей проповеди сегодня – Бог, дающий зрение. Братья и сестры, когда мы читаем только первую страницу Библии, мы в ней находим в двадцать седьмом тексте, что Бог в премудрости своей положил создать существо по имени человек, назвал его личностью, вдохнув в него дыхание жизни, сделав его своей как бы частью, от себя дал эту жизнь, вдохнул ее в человека, и этого человека он создал по своему образу и по подобию своему. Там сказано нашему. Это значит, что в человеке очень многое присутствует того, что присутствует в Боге. Если он носит на себе этот образ Божий, это подобие Божие. Одно из этих сходных свойств, которые имеет Бог и человек – это способность видеть. кто-то сказал не так давно, что глаза в нашем организме или в нашем теле – это второй по сложности орган после головного мозга. Настолько Бог мудро устроил этот маленький член нашего тела, настолько он имеет огромную ценность, друзья, что однажды, мы сегодня коснемся этого, но я скажу наперед, однажды, однажды отроку, который водил Самсона в этом доме, где собрались филистимляне, он сказал им, подведи меня. Подведи меня вот туда, где вот эти столбы стояли, на которых здание это стояло, в котором собрались филистимские вожди, князья. Друзья, за что он молился Богу такой молитвой? Господи, за вот этих два моих глаза. Пусть умрет моя душа сегодня с филистимлянами. Друзья, за этих два глаза Самсон готов был попрощаться со своей жизнью. Настолько это ценные вещи, которые Бог дал. И поэтому Бог премудро сделал так, что наши глаза закрываются вот этими вещами вот здесь. Все есть нужно для того, чтобы вовремя реагировать, когда что-то летит в наш глаз, вовремя его закрыть, вовремя чего-то предотвратить и не увидеть. Так и Бог устроил нас. Друзья, в этом нашем теле, которое Бог создал, каждый член имеет свое персональное предназначение. Поэтому тот, у кого есть проблемы со зрением, они понимают, о чем я говорю. Слепой человек, друзья, это тот человек, который лишенный зрения, лишенный способности видеть. Мы по-другому называем слепого человека незрячим. Но это физическая слепота. Но когда мы видим, что человек поступает неправильно, когда он лезет туда, куда не надо, когда он делает то, что не надо, мы говорим, ты слепой. Слепой можно перевести как слово безрассудный. Человек, который действует без разумного основания. Несколько примеров Писания. Мы сейчас будем много текстов видеть. У нас есть, друзья, причины, почему человек теряет физическое зрение и становится слепым. Есть причины в Писании. Ну, например, одна из причин, она сокрыта в 9 главе Евангелия от Иоанна. В 9 главе Евангелия от Иоанна. Первый текст. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения». От этого мальчика ничего не зависело. Он таким родился. И причиной его вот этой слепоты было то, что еще там в утробе его матери эти глазки не открылись так, как надо. Они не заработали на такой-то день после рождения, когда открывается зрение у детей. Это был человек слепой от рождения. Друзья, есть слепота, которая приобретается в процессе жизни, например, в процессе, когда человек начинает стареть. Ну, 27 глава книги «Бытие». 27 глава книги «Бытие». Посмотрите, что сказано здесь, в этом тексте. Тоже первый текст. Давайте прочитаем. «Когда Исаак состарился, и притупилось зрение глаз его». Многие пожилые люди или старые люди, они понимают, о чем идет речь. Если бы удак нам в жизнь, мы, возможно, будем в следующий раз говорить об этом. Это зрение, которое человек теряет уже, когда он стареет. Когда все органы уже на износ идут. Когда уже он разрушается. И, естественно, глаза в этом числе. Друзья, иногда бывает так, как мы только что говорили с вами. Книга «Судей». Посмотрите, помните, 16 глава. Книга «Судей», 16 глава. Помните, что здесь написано в 21 тексте. «Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза. Привели его в газу». Это история о Самсоне. Человек потерял зрение, потому что кто-то отнял у него эти глаза. Иногда бывает так, что какая-то болезнь, инфекция приводит к тому, ну, например, говорят, повышенный сахар или еще что-то в организме, и у человека дает сильный импульс на зрение человека. Падает, 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 падает зрение. Представьте человека, который видел и перестал видеть. Он бы многое отдал. Он бы, наверное, и бы все отдал за то, чтобы вернуть то состояние. Братья и сестры, иногда бывает, что Бог наказывает человека, лишая его зрения. Например, в книге «Бытие». В книге «Бытие», в 19 главе. В книге «Бытие», 19 главе, 11 текстом, это история о том, когда ангелы пришли в Содом. И они пришли к Лоту. И вот когда жители Содома приступили к дому Лота и потребовали «Вы, дай нам этих людей, которые мы пришли». И вот эти люди, которые очень такими ревностными были в этом, Бог что сделал с ними? В 11 тексте 19 главы. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотой. У них глаза остались не так, как в случае Самсона. Но эти глаза перестали видеть. Помните еще одна история библейская? Когда пришли полки сириан на Израиль. Что помолился Божий человек? Господи, порази их слепотой. Господь закрыл глаза. Да, они остались там, но они перестали видеть. Вот их за ручки, как маленьких детей, привели в Самаре. Вот иногда бывает, друзья, что слепота – это часть как бы Божьего наказания. И когда мы читаем перечень проклятий в 28 главе книги Второзакония, в 28 главе книги Второзакония, когда мы читаем перечень Божьих проклятий, то вот там 28, 28 сказано так, что «Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца». Смотрите, здесь слепота стоит как одно из Божьих наказаний, как проклятие. Поэтому каждый должен знать причину, почему он теряет зрение или почему он совсем не видит. Человек знает причину. Оказывается, друзья, что слепым может быть человек, но не только человек. Интересно то, друзья, что вот когда мы открываем 43-ю книгу пророка Исаии, 43-ю главу книги пророка Исаии, оказывается, не только просто как отдельная личность может быть слепым человек, но может быть слепым целый народ. Как так? Как так? Посмотрите, 43-я глава книги пророка Исаии, 8-й текст. «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза». Вот это, о чем мы будем говорить. Парадоксальная вещь. Есть глаза, но они не работают по какой-то причине. И вот эти причины, они очень четко обусловлены в Писании. Почему у нас нарушается зрение, духовное зрение? Я буду переводить это все на духовную нашу жизнь. Почему человек, имея глаза, и Бог обращается, «Выведи этот народ, он ослеп». И то, что говорил Христос однажды, «Имеет уши и не слышит, имеет глаза и не видит». Слепым человеком может быть и влюбленный юноша, который, знаете, у него все переклинило, и ему иногда говорят, мудрые, хорошие люди, подумай, еще раз хорошо взвесь, потому что лезешь не туда, он ничего не видит. Потом, когда поздно уже становится, последствия приходят. Друзья, иногда бывает слепым даже пастырь. И Писание тоже об этом говорит нам. И когда Христос говорил, что они слепые вожди, кого? Слепых. Это о пастырях. Иногда бывает так. И об этом тоже говорит нам Писание. Итак, мы приходим к тому, друзья, что назначение главное, назначение глаз, физических и духовных, как и каждого члена, оно имеет главное назначение, этот член теле нашим, видеть. Бог этих два глаза поставил, чтобы человек видел и видел правильно. Но иногда бывает так, как я сказал. Вот книга пророка Иеремии, пятая глава. Книга пророка Иеремии, пятая глава. Посмотрите в двадцать первом тексте, что здесь сказано. «Выслушай, это народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит». Вот представьте, что эта лампочка, которая светит сейчас на меня, она не светит. Это то же самое. Есть глаза и не видят. Лампочка есть, она не работает. Ее предназначение, чтобы светить. Но она не работает. Есть причина, почему она не работает. Братья и сестры, есть всевидящий Бог. Мы говорим о том, что Бог видит все, абсолютно все. Мы говорим о том, что Бог видит абсолютно всегда. Бог видит абсолютно везде, и Бог видит абсолютно всех. 138-й псалом. 138-й псалом. Брат Олег говорил сегодня о том, что какие-то банальные вещи мы читаем. Ну, это слово, наверное, такое, что как бы, ну, оно даже маленьким детям должно быть понятно, но мы потому ее читаем, эту Библию, чтобы сравнивать вот то, что мы знаем, мы поступаем так или нет. Итак, посмотрите в 138-м псалме, 16-й текст. Зарадыш мой, видели очи твои? Кто-то из вас видел зарадыш? Вообще, мы можем представить себе, что это такое? Что это такая точечка, которая меньше, наверное, с конец иголки. И Бог этот зарадыш, эту точечку видел, но там уже была жизнь. И Божьи глаза были там. И Давид понимает это, он говорит, мой зарадыш, Твои, Господи, очи видели, о чем я говорю сейчас, о том, что Бог видит все. Друзья, книга Иова, рядышком с книгой Псалтырь. Книга Иова, 34-я глава. Книга Иова, 34-я глава, 21-й и 22-й текст. Ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Мы говорим о том, что Бог видит не только все. Бог видит каждый мой шаг. Бог видит каждый шаг любого человека. Бог это видит. Он всевидящий Бог. Это же книга Иова, если вы в 10-ю главу придете. Это книга Иова, 10-я глава. Посмотрите, здесь сказано дальше и глубже. 10-я глава книги Иова, 13-й и 14-й текст. «Но и это скрывал ты в сердце своем. Знаю, что это было у тебя». Что было? Что если я согрешу, ты заметишь. Другими словами, если я согрешу, это не ускользнет от твоих глаз. Ты увидишь это. Бог видит все грехи человека. Бог видит все желания человека. Бог видит сироту, Бог видит вдову, Бог видит смиренного, Бог видит гордого, Бог видит нечестивого, Бог видит беззаконника, Бог видит все свое творение. И подтверждение этому известный текст Писания, книга 2 Паральпоминон, 16 глава. Вторая книга Паральпоминон, 16 глава, 9 текст, мы его все знаем наизусть. «Ибо очи Господа, они обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Итак, мы говорим о Боге, который видит все. Мы говорим о Боге, который видит всегда, который видит везде и который видит всех. О чем это должно нам говорить? Друзья, это говорит нам о том, что есть Божий взгляд на все абсолютно. И вот этот Божий взгляд на все, он изложен здесь. Он изложен в Писании. Божий взгляд. Замечаем, друзья, что этот Божий взгляд, он самый точный, он самый верный, он самый правильный. И вот мы, смотря на этот Божий взгляд, можем сравнивать, а мы видим так, как Бог. Другими словами, мы соглашаемся так, как Бог, или не соглашаемся так, как Бог, с тем, что мы видим? Бог смотрит, друзья, на свое творение, на людей. И Бог говорит, что это Его творение. Мы смотрим на Божий взгляд, на грех, как Бог смотрит на грех. И этот взгляд, изложенный в Писании, Бог называет его беззаконием. Мы смотрим, что есть у Бога свой взгляд на Его церковь. Есть у Бога взгляд на семью. Друзья, есть у Бога взгляд на прошлое, настоящее и будущее. И вот это самая правильная, верная оценка. А что потом? Ну, увидел Бог. А что потом? Мало ли, что мы в жизни видим. Друзья, не так все просто. Все то, что мы видим, вызывает в нас определенную реакцию на то, что мы увидели. Друзья, Бог, создавший нас по своему подобию, Он точно так поступает. В нем есть заложено точно то же, что Бог заложил в нас. У Бога есть реакция на то, что Он видит. Откройте книгу «Бытие». Откройте книгу «Бытие». Очень часто мы прибегаем к этим текстам Писания, потому что они очень важны. Книга «Бытие», шестая глава. Шестая глава. Давайте начнем с первой главы, с 31 текста. С первой главы книги «Бытие», 31 текста. Посмотрите, заканчивается эта глава следующими словами. И увидел Бог. Все, что Он создал. И вот, хорошо весьма. Посмотрите, Бог посмотрел на свое творение. Бог посмотрел и увидел все то, что Он создал, и получил внутреннее что? Удовлетворение. Его радовало то, что Он создал. Его радовало дела Его рук. Его радовало все то, что Он сделал. Почему? Потому что оно было совершенным. Оно было весьма хорошо. Друзья, когда мы что-то делаем хорошо, на кухне, дома, на стройке, где угодно, когда мы что-то хорошо делаем или весьма хорошо делаем, что это вызывает в нас? Оно не просто вызывает улыбку, оно вызывает состояние внутреннего удовлетворения, когда ты смотришь на дела твоих рук, и ты радуешься. Бог поступает точно так же. А вот 6 глава, посмотрите, 6 глава, 5 текст. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления их были зло во всякое время». А вот это константация факта. Бог увидел состояние людей и мира. Что дальше? А вот дальше мы читаем 6 и 7 текст. Смотрите. «И раскаялся Господь, что сытал человека на земле, и вот она реакция, посмотрите, и воскорбел в сердце своем, и сказал, что истреблю». Вот реакция Божья на то, что увидел Бог потом, после грехопадения. Братья и сестры, какова моя реакция, если я что-то вижу? Вот, например, смотрите, давайте мы придем к книгу «Экклезиаста». Третья глава, очень интересная книга, третья глава книги «Экклезиаста». То, о чем я сказал своими словами, мы читаем текст Писания. 3.11. Книга «Экклезиаста». Все соделал Он каким? Прекрасным свое время. И вложил в мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Я тоже человек, и я не могу. Я не могу котелком своим, вот этим разумом, понять до конца всего, что делает Бог. Друзья, не могу. И вот это приводит меня в состояние, когда я этим Богом начинаю восхищаться. Когда смотря на дела Его рук, когда смотря на все то, что Бог создал, я начинаю этим Богом восхищаться. Почему? Потому что я не могу понять это. Как? Я не могу понять это своим разумом до конца. Помните в 8-м псалме? Откройте этот псалм. Откройте этот псалм вместе со мной. В 8-м псалме. Давайте мы прочитаем прекрасные стихи. 8-й псалм. С 4-го текста. «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын человеческий, что Ты посещаешь его, 10-й текст. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Друзья, это вас восхищает? Это восторгает вас? Когда вы смотрите на все то, что окружает вас, и непостижимым этим образом Божья рука это создала все, силы Своего Слова. Мы думаем, Господи, кто же Ты? Насколько велик Ты! Насколько я не постигаю Тебя! Насколько я не понимаю Тебя! Но я знаю, что это Ты! И я Тебя прославляю в сердце моем! Смотря на луну и звезды! Смотря на все то, что меня окружает, Боже, как величественно имя Твое по всей земле! Я это вижу, как часто! Придите еще раз в 138-й псалом, посмотрите, что сказано здесь, в 138-м псалме, когда мы читали о зарадыше, посмотрите, с 13-го текста, это когда Давид смотрел на окружающий мир, на луну и звезды, когда Давид смотрел на самого себя, посмотрите, он с 13-го текста говорит, «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей, славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы, зарадыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все нит для меня назначены, когда ни одного из них еще не было, как возвышенный для меня помышления Твои, Божие, и как велико число их». Друзья, скажите, это все люди видят? Нет, не все. Имеют глаза и не видят. Они смотрят на человека и говорят, это эмбрион там какой-то, это что-то такое там, знаете, потом оно где-то в человека превращается. У Бога не так. Люди, имеющие Божье зрение, они от начала, от этой маленькой точечки, они знают, что это Богом заложенная жизнь, которая является личностью и душой живой перед Ним. Не все люди это видят. Братья и сестры, откройте 118-й псалом. Откройте 118-й псалом, 64-й текст. Посмотрите, что говорит Давид в этом тексте здесь. 118-й псалом, 64-й текст. «Милости Твоей, Господи, полна земля». Скажите, а это люди все видят? Что вот эта милость Божия, она обновляется каждому человеку каждое утро. И вот этих милостей Божьих полна земля. Или мы просыпаемся, потому что так надо было. И так было вчера, и так будет завтра, и так будет через 10 лет. А там где-то когда-то умру. Друзья, милость Его, она обновляется к нам каждое утро. Эти милости полна земля. Человек, имеющий зрение от Бога, правильное зрение, Он будет это замечать. А что это будет вызывать в нас? Оно у нас будет вызывать, друзья, то, что мы этим Богом начинаем восторгаться. Говоря, Господи, как возвышены пути Твои и помышления Твои. Книга пророка Исаии, 6-я глава. Откройте этот текст. Книга пророка Исаии, 6-я глава. Третий текст. Мы читаем следующие слова. И взывали они друг к другу и говорили, Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Дорогое собрание, не только милостей Божьих полна вся земля. Вся земля полна присутствием Божьей славы. Это надо видеть. И мы посмотрим, когда человек начинает быть способным видеть это. Божью славу, которая на всей земле. Братья и сестры, второе послание Петра, 3-9. Работаем с Писанием. Евангелие – это книга, которая дает ответы на все вопросы. 3-9. Второе послание Петра. Посмотрите, что сказано здесь. «Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают о медлении, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Я это вижу или нет? Что одна из причин, наверное, почему я еще сегодня живу на этой земле, это Божье долготерпение ко мне. Потому что Бог не желает смерти человека, тем более грешника. Иоанна, 14 глава. Иоанна, 14 глава, разговор Иисуса Христа с Фомой. И Филипп включается в этот диалог. Посмотрите, 18 глава, 14 глава, 8-9 текст. Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца и довольна для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца». Дорогое собрание, Иисус отвечает Филиппу этими словами. «Филипп, посмотри на меня, посмотри на то, что я говорю, посмотри на то, что я делаю, посмотри на меня и постарайся увидеть во мне Отца». Друзья, что мы видим или кого мы видим, когда мы смотрим на Христа? Видим ли мы Отца? Видим ли мы проявление Отца Небесного, Его характер, Его сущность, когда мы соприкасаемся с Иисусом Христом? «Видевший меня, – Христос говорит, – видел Отца». Друзья, мы очень многое можем видеть, то, что время, в котором мы живем, оно опасное, скользкое и сложное, время остывания отношений к Богу, время, когда отступление идет от Бога, от Его истин, мы тоже должны это видеть. Итак, мы приходим к тому, когда мы начинаем правильно видеть, при каких обстоятельствах, что должно произойти? Что открывает человеку глаза, чтобы он начинал правильно Божьими глазами видеть? Бог задает вопрос Иеремии. Иеремия, что ты видишь? Он говорит, «Господи, я вижу жезл миндального дерева». И ответ звучит, «Ты правильно, верно, видишь, ты видишь не только то, что я тебе показал, но ты видишь и то, что стоит за этим, когда вы второе почитаете, следующее обращение к Богу, он говорит, что ты видишь?» Он говорит, «Я вижу котел» и так далее. Иеремия очень правильно видел, потому что у него были открыты глаза. Что ему открыло глаза? Друзья, этот ответ сокрыт в этом же Евангелии Теяна в 11 главе. Это разговор Иисуса Христа с Марфой. Вот мы сейчас увидим этот рецептик или ключик к тому, чтобы открылись глаза у человека на все. На Бога, на мир, на себя самого и на все то, как смотрит Бог. 11 глава Евангелия Теяна в 40 тексте. Иисус говорит ей, Марфе, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И так, друзья, Бог через ключик, который называется вера, открывает человеку глаза на Божию славу. И так мы приходим к тому, друзья, что вера открывает глаза мне самому и побуждает меня, как человека, идти дальше, что делать? И помогать другим. Итак, миссия Иисуса Христа, в чем она заключалась? Помните, да? В 4 главе Евангелия Луки мы читаем, когда Он пришел в Назарет, в свой родной город, и зашел туда в синагогу и начал читать книгу пророка Исаии. Он сказал, что ныне исполнилось Писание сие. Иисус Христос говорит, 4, 18 книга Евангелия Луки, «Ду Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, и в этом списке стоит слепым прозрение». Друзья, Христос пришел не только для того, чтобы Вартемея вернуть к физическому зрению. Иисус Христос пришел для Марфы, чтобы открыть через веру ее сердце, чтобы она начала видеть Божью славу. У Марфы были глаза, в отличие от Вартемея, у которого были глаза, но не мог их видеть ими. У Марфы не были, она видела стопроцентно, но она была слепа на то, что делал Бог. Она не видела этого. Она заботилась о земных вещах, и Господь сказал, Марфа, если ты будешь веровать. Друзья, несколько текстов еще. Книга «Деяния апостолов». Книга «Деяния апостолов». Давайте мы откроем 25 главу или 26 главу. Книга «Деяния апостолов». Посмотрите. Это встреча Иисуса Христа с Савлом. Это дублируется. Савл еще раз рассказывает об этой встрече. Он сказал, как это происходило, что было после этого 16 текста. «Но встань и встань на ноги твои, ибо Я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым Я теперь посылаю тебя». Друзья, для какой миссии? Тойме Библии. Читайте. «Открыть глаза им». Вот это была миссия Иисуса Христа. Проповедовать слепым прозрение. Это была миссия апостола Павла, на которую он призвал его. Для чего? Чтобы открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верою в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными. Мы читали с вами книгу пророка Иеремии, первую главу, да? С этого начинали наши рассуждения. Посмотрите, что говорит вначале Бог Иеремии. Пятый текст этой первой главы сказано, «Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. А я сказал, «О Господи Божий, я не умею говорить, ибо я еще молод». Смотрите, что Бог говорит Иеремии. «Но Господь сказал мне, «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Вот она миссия. Миссия у пророка Иеремии. Все, абсолютно, что услышишь от меня, пойдешь им, скажешь. Боялся Моисей, да, боялся? Но единственное, друзья, что всегда утешало этих людей, утешало Павла, утешало Иеремию, утешало Моисея, утешало всех мужей Божьих, которым Господь, обращаясь, посылал их куда-то. Открывать людям, помогать глаза на Бога и на все вещи, которые делает Бог. В восьмом тексте этой главы сказано, «Не бойся их, ибо я с тобой». Вот она причина, почему эти люди шли бесстрашно в бой, почему эти люди небоязненно шли туда, куда посылал им Господь и говорили все то, что Бог посылал им, говорил им сказать. Почему? Потому что Бог сказал, «Я с вами». Друзья, не то же ли мы с вами получили в обетовании Иисуса Христа, когда Он возносился с этим, «Я с вами» во все дни до скончания века, «Я тот же, я не изменяем, я среди своей церкви». Я хочу, чтобы ты славу мою видел, мои действия в твоей жизни видел, все то, что я совершаю, милости, которыми окружаю всю землю, чтобы ты это замечал и видел. «Я даю вам власть», Христос сказал, и символ власти всегда это был жезл. У царя всегда был жезл, скипетр, на который он опирался. Братья и сестры, я хотел бы спросить, какова наша реакция на то, что мы видим? Ведь всегда то, что нас восхищает или увлекает, я скажу простую истину, которую дети знают, на этом мы задерживаем свой взгляд. Правда, детки? Когда вы включаете мультики, правда? Мультики, когда вы включаете, вас от этих мультиков оторвать нельзя. Это слезы, это проблемы, это крики, это психи, это все, что угодно. Почему? Оно их завораживает, оно их держит, оно их магнитит там, они прикипели туда и попробуйте его отодрать оттуда. Ого, не так просто. А почему, друзья? Потому что оно их восхищает, оно их завораживает. Друзья, вот то, на чем мы останавливаемся в нашем взгляде, оно нас привлекает, что-то мы там нашли, что-то нас примагнитило туда, и мы там остановились. И пошел. Вот так многие вещи в жизни. Знаете, можно правильно видеть, и вот как Еремия. Еремия видел правильно то, что Бог, а вот можно видеть, смотреть и не замечать. Еще два-три текста мы будем идти к молитве. можно не замечать. Как бы, знаете, как бы мимо, чтобы оно прошло, как что-то маловажное. Вот книга пророка Исаии, откройте, 42 глава. Книга пророка Исаии, 42 глава. В этой главе есть удивительные тексты для нас с 18 по 20. Посмотрите, 42 глава, с 18. «Слушайте глухие и смотрите слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как ветвник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный? Так слеп, как раб Господа?» И замечаете, что Бог говорит в 20 тексте «Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал». Оказывается, можно смотреть на то, что делает Бог и не замечать этого. Можно смотреть на то, что делает Бог и не видеть этого, пропустить его мимо глаз, счесть что-то замаловажное в своей жизни. Друзья, это мимо внимания. Помните, мы говорили, что Давид говорит «Дивны дела твои». А я взял и пропустил это мимо. Не обратил внимания, не придал значения. Я за понедельник это все счел, не за праздник. Ничего дивного в этом для меня нет. А Давид говорит «Твои дела, они дивны, Боже! Я сознаю это. Я восхищаюсь это». В 17-м тексте он говорит, что «Твои помышления, они дивны для меня». И он заканчивает эту мысль, что им числа нет, они как песок морской. Им нет числа. 26-й главе книги пророка Исаии. Знаете, что говорит? Это очень любимый мой, один из любимых моих стихов. А знаете, друзья, почему он любимый? Потому что это тест для каждого верующего. Сейчас мы посмотрим на этот тест. Посмотрите в 9-м тексте 26-й главы книги пророка Исаии. «Душою моею я стремился к тебе ночью. И духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Братья и сестры, одного просила я Господа. Помните, о чем Давид просил? Чтобы что делать? Созерцать его красоту. Его самого. И, видя Божьи дела, восхищаться им. Восторгаться им. Если я живу и не вижу. Друзья, проблема наступила с моим зрением. С моим духовным зрением. Что-то не так в моем сердце. Что-то не так в моих отношениях с Богом. Что-то не так, друзья, с моей верой. Потому что вера, она начинает открывать человеку глаза. Очень интересно это. Это интересно тем, друзья, что когда человек слышит Божье Слово, вера приходит от слышания Божьего Слова. Ни новостей, ни сплетен, ни рецептов, ни каких-то правил. Вера приходит от слышания Божьего Слова. И вот эта вера, которая приходит от слышания Божьего Слова, она начинает открывать мне мои глаза. И я начинаю видеть. И видеть так, как видит Бог. К чему это приводит? А это приводит, братья и сестры, последний текст я прочитаю. Это приводит 91-й псалом. 91-й псалом. В этом псалме Давид выражает состояние своего сердца. Вот это к этому приводит. Посмотрите, благо есть славить Господа со второго текста и петь имени Твоему Всевышний. Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. На десятиструнном и псалтыре с песней на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, и я восхищаюсь делами рук Твоих, как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои! Братья и сестры, человек, у которого нарушено зрение, он не может видеть Божьих дел. Что-то произошло. Я хотел бы спросить один вопрос практически из жизни. Как мы засыпаем и как мы встаем? Хороший вопрос. Вот подумайте, как каждый из вас засыпает? С чем? И с чем мы просыпаемся? Мы иногда, друзья, в сети уснули и в сетях проснулись. Последнее, что у нас было, это странички, веб, фейс, все, что там. И первое, что у нас, это то, что напикало за ночь на нашем телефоне, такс-месседжи и все такое. А вот правильное состояние сердца тогда, когда я засыпаю с мыслью о том, что Он мой Бог. Я хочу, чтобы Он вел меня через всю эту ночь, когда я буду спать. Давид говорит, что душою моей я стремился к Тебе ночью и когда я рано утром проснусь, я первое, что сделаю, Господи, я начну искать Тебя во внутренности моей, искать присутствие Твоего, Тебя, Бога, общение с Тобой. И первое слово, что я хочу сказать, Господи, как великие дела Твои. И душа моя вполне сознает это. Мы продолжим наше рассуждение в следующий раз, если Бог даст милость и жизнь. Мы сейчас помолимся не совсем обычным образом, как мы делаем это всегда. мы, друзья, сейчас начнем нашу молитву с песни одной. Мы будем петь ее всем собранием, учить, петь. И когда вы будете петь, постарайтесь, постарайтесь, чтобы ваш дух подносился, возносился к Богу, чтобы, видя все то, что Он создал, и себя самого, и главное Его, Его славу, чтобы ваше сердце умилялось перед Богом. Господи, что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын человеческий, что Ты посещаешь его. Я приглашаю вас всех встать на ноги, мы начнем петь эту песню, и потом мы помолимся вместе с вами. ПЕСНЯ 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 В сердце Духом Ты живешь, Если не что-то дает, Дороже в небо всюду Ты, Бесконечный Бог Твоей, Бесконечный Бог Отечеств, В своем слове неизбелый. Ты, обитающий сердца, На земле, на небеса, Да нас славеет всюду ты, Бог, Бог, слава Тебе, На веки слава, Всюду ты, Бог, Бог, Слава Тебе, На веки слава. Субтитры создавал DimaTorzok